Далее мы попробуем выяснить, как сегодня искусство фотографии выживает под прицелом цензуры и не заражено ли культурное пространство сорняками. А сейчас же хочу обратиться к истории, а именно к 1911 году. Более века назад в специализированном журнале новостей «Фотографический листок» было опубликовано любопытное объявление. Господа фотографы, снимайте Москву, она уходит. Если бы знали тогда авторы, какую актуальность приобретет это сообщение в 21 веке. Ведь сегодня уходит уже не Москва, а вся Россия. Является ли Ульяновск исключением? Для того, чтобы это выяснить, мы вышли на улицы города и задались еще одним вопросом. Если бы вы представляли фотографии на всероссийском конкурсе, каким бы на них выглядел Ульяновск? Его представила, наверное, красочно. Краевический музей изобразила. Вот, обелиск, Волгу, мост, свет, что-то такое. Ну, наверное, летнее время снимала бы. Вот, у нас очень зеленый город, считаю, красивый. Вот, наши набережные очень сильно нравятся. Исторические, наверное, дома. У нас же есть улицы Ленина, там, старые здания. Изобразила, конечно, в первую очередь венец. Именно вот эту панораму. Ну, или, знаете, центр города, где много людей. Как-то тоже движуха такая вот. Но все равно он динамичный у нас, как бы, город. Осенним. С красивой желтой листвой опадающей. С сухим желательно. Я думаю, я бы показала, во-первых, природу ульяновской. То есть, отдельных уголков. То есть, именно всю красоту. Показала бы также культуру города. Потому что в городе очень много всяких талантов и талантливых людей. Мне очень нравится, что Ульяновск очень зеленый город. Я бы его подчеркнула, именно зелень его. И его музей тоже. Наверное, я бы его как-то сфотографировал. Чтобы он был бы на горе. Чтобы был виден мемцентр, гостиница Венец. То есть, традиционный взгляд. Улица Ленина. Я бы не стал фотографировать. Все-таки как-то она выглядит маленько-старообразно. Здесь уже живу с 1946 года. Мне нравится. Хороший город. Только вот его очень много посторонних стало. И все загадили. Испортили многого. Ну, некоторые вот новостройки, конечно, вызывают раздражение. Деревня – это есть зеркало города. Я бы сфотографировала наши поля, леса, луган, реки. Наш знаменитый пион тонколистный, лазурька в народе. Ну, и, конечно, наверное, здания, улицы, которые связаны с именами великих людей. Ну, акценты делать, если надо было бы на советские корни. То это, конечно, дань Ленину и все такое. С другой стороны, может быть, акцент бы сделали на современное развитие. Акцент сделали на заводы строящиеся, там, на сотрудничество. Вот, там, Марс, Миллер и другие прочие. Они мне за рекламу, кстати, не платили. Ну, тут у нас полуевропейский такой стилек, может быть, вот этой вот аллеечки. Я не знаю, вот это же знаменитое здание от Гончарова. Ну, то есть, на известных людей, наверное, акцент делать. Однажды комедийный актер Франк Карсон отметил, что фотограф – весьма необычная профессия. Он находит что-то прежде, чем люди успеют это потерять. О поисках в современном искусстве фотографии продолжаем говорить с руководителем проекта «Лучшие фотографии России» Линой Краснянской. Насколько сегодня современное искусство может вольготно себя чувствовать с цензурой? В проекте «Лучшие фотографии России» цензуры нет и быть не может. Во-первых, это, в принципе, невозможно. Жюри голосует, закрыто голосование. Каждый член жюри голосует где-то у себя, онлайн, по интернету. Да, через сайт. Никто не видит, как голосует другой член жюри. Я не вижу ничего вообще, пока не появляются результаты, потом я вижу результаты. Цензуры мы не внедряем. У нас нет такого, что вот у нас будет, значит, вот на фотографиях «Единая Россия», или у нас будет, значит, руководящая первые лица государства, или у нас будет... Вообще ничего не будет, а будут одни бабушки. Такого нет, быть не может. Жюри голосует, мы приглашаем очень авторитетных людей. Их мнение нам важно. Мы не можем брать и этим умением пренебрегать. Мы не можем, увидев картину, которая получилась, сказать, нет, что-то не то, надо моделировать. Нет, такого нет, быть не может, и категорически исключено. Лучше фотографии России, это лучшая фотография России. Они могут быть спорны с точки зрения фотоискусства. Возможно, кому-то нравится, возможно, кому-то не нравится. Но они абсолютно беспорны с точки зрения того, что люди запечатлевают жизнь, честно делятся этим, честно делятся с жюри, со зрителями. А мы это все дело должны только собрать, напечатать и показать. На винзаводе, я думаю, что может быть все, что не оскорбляет людей. Что все, что может помогать развитию современного искусства, все, что может помогать развитию искусства в целом, все, что может помогать людям образовываться и узнавать о том, что происходит в мире и в нашей стране в области современного искусства. Лина, позвольте, я зачитаю следующий комментарий. Не буду называть, кто это. По той простой причине, что сложно проследить в интернете, кто оставляет сообщения. Но комментарий был такой, что сегодня культурное пространство сильно заражено сорняками, которые лезут вперед, стараясь затмить истинные таланты. Согласны вы с этим? Что, по-вашему, можно противопоставить такому нашествию на культуру? Я не согласна, что заполнено сорняками. Я считаю, что искусство должно развиваться и судить о том, что истина, что не истина, что произведение искусства, что нет, кто художников, кто нет. Конечно же, может свое мнение выражать каждый человек, у него истина, это право, но я не могу, например, сказать, что вот это сорняк, а вот это не сорняк. Во-первых, мне кажется, что искусство вообще все равно в каком-то временном разрезе все становится ясно, становится на свои места, было ли это истинно или было это однодневно. То есть с течением какого-то времени? С течением времени, да, но то, что пробовать, показывать, то, что сейчас время, когда каждый может проявить себя, если ты делаешь художественную акцию, ты считаешь, что это художественная акция, несешь какой-то такой смысл в этом, значит, так оно и есть. Только с течением времени это будет понятно, так оно или нет, помогло ли оно чему-то, дало ли оно какой-то новый толчок к какому-то развитию какому-то жанру в искусстве. Мне кажется, что я категорически не согласна с тем, что сорняки заслоняют истинный талант. Но вот сегодня современное искусство, оно более доступно, либо это удел избранных? Я считаю, что для восприятия, наверное, оно не настолько широко распространено и не настолько большое количество людей его могут воспринимать, но это вопрос образования, вопрос какой-то широтой взглядов, который тоже нужно показывать, нужно рассказывать, тогда оно будет интересно большому количеству людей. А то, что его могут создавать, да, наверное, это не удел избранных. Я думаю, что сейчас очень многие люди стараются проявить себя. Что касается фотографий, и, например, проект «Лучшие фотографии России», это тоже очень смешная история, тоже очень много таких комментариев, что вот у этого фотографии такие-то, почему мои гораздо лучше не побеждают. Это всегда такой вопрос спорный. Кто решает, что лучше, что хуже? Наверное, кто-то, да, какой-то жюри. В любом случае, там, это или галереист, который берет картину, или это комитет, который на премии какой-нибудь современного искусства выбирает работу, или, значит, жюри проекта «Лучшие фотографии России», который считает, что лучше, что хуже. Ну, вот такие разговоры ни о чем. Делай лучше, старайся, чтобы, ну, тебя тоже заметят, наверное, если ты будешь снимать лучше, рисовать лучше, что-то делать для того, чтобы развиваться и расти. Ну, вот за эти пять лет, что существует проект, была ли или были ли работы, которые повергли вас в эстетический шок? Среди победителей нет. Только я всегда очень приятно удивлена. Среди участников, конечно же, огромное количество безобразных было работ, которые даже не прошли модерацию. Просто приходят для участия. У нас есть первичная модерация, работа, которая допускается для появления на сайте. Было очень много безобразных работ, конечно же, которые не появились на сайте. Не планируете ли издать книгу о России посредством фотографий? У нас есть книга «Лучшие фотографии России», одноименный альбом, в котором мы фотографируем всех победителей каждый год. Мы создаем фотолетопись. Это была изначально наша такая, как бы, одна из целей. Выставка – это временная история, книга навсегда. И когда выстроится год за годом, можно будет посмотреть, менялась ли Россия, менялась ли, если менялась, то как. У нас есть альбом «Выстав Раша» «Лучшие фотографии России», большой, красочный, созданный одним из самых известных дизайнеров России, Игорем Гуровичем. И какой-то, мне кажется, очень красивый, интересный. Так что мы сдаем, мы уже на этом пути идем. Позвольте, зачитаю слова инициатора данного проекта, Софья Троценко. Сейчас все больше и больше внимания уделяется черно-белой фотографии, говорит она. Она возвращается, ведь черно-белые снимки снимать сложнее, чем цветные. В следующем году проекту исполнится 5 лет, и мы планируем подвести небольшой итог. Как будете подводить итог? Это сюрприз. Мы будем подводить, у нас будет юбилейная выставка в феврале. Хотим показать, что «Выстав Раша» – это проект про фотографию, это проект про фотоискусство, и это проект про страну. Вот эти все вещи мы хотим соединить воедино и сделать вот очень интересную экспозицию, альбом. Пока раскрывать не могу, потому что это все в процессе только подготовки. Но я думаю, что зимой, когда будет выставка в Москве, а потом приедет, возможно, в Ульяновск, вы сможете все увидеть своими голосами. Но итог мы будем подводить. 5 лет – это большой юбилей. Огромное количество снимков пришло, больше 100 тысяч, получается, ну, 120-150 тысяч фотографий. Это какой-то такой архив, очень важный, человеческий и визуальный. Очень хочется, чтобы он как-то максимально широко был представлен на юбилейной выставке. Многие сложности фотографии возникают от того, что большинство людей хотят видеть окружающий их мир таким, каким они его представляют, а не таким, какой он есть на самом деле. Пишет современный российский писатель Юрий Никитин. Но как бы то ни было, в наше время все существует ради того, чтобы окончиться фотографией. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин